Александр Оганов работает в должности участкового уполномоченного полиции совсем недавно. Он один из тех сотрудников, которые пришли на смену непрошедшим аттестацию полицейским. Работа новая и во многом отличается от той, которой Александр занимался раньше, когда работал дознавателем в следственном отделе. Но новая специфика ничуть не пугает участкового полицейского, а то, что у него нет в голове устойчивых клише, скорее плюс, чем минус. Участковый своего рода это близкий родственник для народа, потому что именно с ним в трудные моменты люди и, точнее, к нему обращаются, и он первый, кто может прийти на помощь. Со своими многочисленными близкими родственниками, как говорит Александр, пришлось знакомиться. Это первое, что сделал старший лейтенант Оганов на новом месте службы. С улыбкой встречают, с удовольствием знакомятся. Половину лиц, которые проживают на моем участке, я знаю. С многими сталкиваюсь каждый день, но ту часть, которую я еще не успел обойти, познакомиться, я это сделаю в ближайшие дни, потому что это необходимо, и люди должны знать своего участкового в лицо. Возвращаясь к специфике работы участкового, необходимо отметить, что помимо своих прямых обязанностей, ему порой приходится выполнять совсем не свойственный для полицейского труд. Каждая ситуация, она специфическая, своеобразная. Просто главное не растеряться в нужный момент. Абсолютно по различным вопросам. У кого-то просто нужна была консультация какая-то, вот как поступить в той или иной ситуации. Кто-то, например, не мог решить вопросы с замками на подвалах. Бывали, писали заявления, вот кто-то мешает, кто-то по ночам шумит. Как-то в целом в подъезде не работало отопление, но время было позднее и вызвать коммунальщиков не было возможности. Жильцы позвонили участковому. Как позже оказалось, в одной из квартир был закрыт вентиль. Вместе с жильцами прошли в эту квартиру, посмотрели. Действительно, вентиля были закручены на трубах, вентиля открутили. И постепенно, постепенно тепло пошло в каждую квартиру. То есть жители были благодарны, отблагодарили за то, что я в ночное время не проигнорировал, вернулся. Ну и, конечно, участковый полицейский должен быть хорошим психологом. И находить общий язык как с добропорядочными гражданами, так и с нарушителями спокойствия. В этой квартире часто что-то случается. Соответственно, и Александр Оганов тут частый гость. Это здесь был перекрыт вентиль, который лишил тепла целый подъезд. Соседи даже с верхних этажей жалуются и на постоянный шум из этой квартиры на первом. Причем шумят преимущественно ночью. В нем вроде бы ничего, а ночью вот так вот, шум все время. Ну и это очень влияет на людей. Ночью же спать надо и отдыхать, а не слушать так, как там что-то грохочет в квартире, кого-то гоняют, что-то роняют. Стал наш участковый частым гостем в нашем доме по долгу службы. Новый закон о полиции предусматривает регулярные отчеты о проделанной работе участкового перед населением. На организованных сходах граждане наверняка будут задавать и неудобные вопросы, но и они не пугают полицейского. В этом и заключается наша работа, чтобы на каждый вопрос интересующий человека дать такой ответ, чтобы он понял его. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.